Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Максим Винокуров, и сегодня у меня в гостях Алексей Валентинович Лютов, врач-стоматолог и не только врач. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Максим Геннадьевич. Сейчас здороваться нельзя? Вот, а мы вот так здороваемся. А, ну тоже вариант. Есть еще римский вариант приветствия, но в нашей стране он не очень прижился. Хорошо, не будем рисковать. Вот. Сегодня я хотел бы поговорить с вами не о вашей специальности по диплому, а о ваших увлечениях, которые стали чем-то большим, чем просто увлечения, именно о фотографии. Расскажите, пожалуйста, когда вы взяли фотоаппарат в руки в первый раз? Ну, моя карьера фонтографа началась в армии, с дембельского альбома. У меня такая очень нехорошая есть особенность, что если хочешь, чтобы сделано было хорошо, сделай сам. Да. На секундочку вас прерву. Мы можем сейчас найти ваших сослуживцев. Какая воинская часть, какие годы службы? 81-83, Забайкальский военный округ, поселок городского типа Наушки. Это перед самым монгольской границей. Сопки, горы и никакой цивилизации. Какой род войск? Артиллерийская разведка. Звукометрическая. Серьезный мужчина. Серьезный мужчина. Так вот, поскольку я не мог никому доверить свой дембельский альбом, я начал делать его сам. Значит, научился фотографировать. В армии это все учеба проходит быстро. Не умеешь, ну, чем не хочешь заставить. Иногда экстремально быстро. Очень даже, да. Тем более, когда я рисовал еще, в общем-то, неплохо. Поэтому пришлось дембелям рисовать альбомы. Поэтому я взял все лучшее у них, что было, и воплотил, естественно, и воплотил это в собственном альбоме. Но он у меня был лучший в полку. Это даже не хвастовство. Так что было круто. Я, как человек военный, испытываю такую легкую зависть. Вот. Вернулся на гражданку. Фото меня уже заразило. Я купил сначала, у меня была смена 7, потом был ФЭД, потом Вилли Авто, потом Зенит ЕТ. Но это пленочные все вещи были. Я правильно понимаю, что на гражданке открылись новые возможности ввиду фотографирования не только мужчин в форме, но и женщин без формы. Но с формой. Там были уже и одногруппники, и друзья, и компании. То есть, естественно, сфера деятельности была шире, возможности шире. Значит, все свободное время пройдяло в ванной, в прекрасном свете, увеличитель, закрепитель, проявитель. Ну, в общем, страшно вспомнить. Я бы сейчас не хотел вернуться в те же заморочки, которые сопутствовали фотоделам в те времена. Это вот как в фильмах про шпионов, да? Заход в темную комнату, и там... Ну, и там что-то там проявляется картинка на какой-то бумаге. Развече, что-то делает. В принципе, это было круто. Я вспоминаю с благодарностью это время, это было интересно. Вообще, фотографы счастливые люди, на мой взгляд. Потому что, допустим, какая-то компания, хорошие, шашлыки, танцы, ну, все сопутствующее, что этому делать, не будем вдаваться в подробности, фотографируешь это все, переживаешь вместе со всеми. Потом ты это все печатаешь, проявляешь. А потом за деньги уничтожаешь. Ты снова это все переживаешь. А потом ты все это показываешь этой компанией, и снова с ними третий раз уже переживаешь все эти эмоции. Ну, не все... Не было случаев, когда предлагали деньги за то, чтобы уничтожили этот негатив? Ну, как-то не было. Ну, значит, кадры были действительно очень красивые и предмет для гордости. Ну, сейчас, смотря на эти кадры, конечно, я бы их мало кому рискнул показать. Но в ту пору они шли на ура. Мне самому нравилось. Алексей, подскажите, пожалуйста, вот переход с пленки на цифровую фотосъемку. Что вам нравится больше? Что вы находите в цифре, что теплом отзывается именно в пленочных фотоаппаратах? Ну, вот в пленочных именно то, что три этапа радости и переживания, и сопереживания прошедших событий. Ну, в цифре, конечно, это удобно. Это удобно, ты сразу видишь результат, ты сразу можешь скорректировать его, получить максимальный результат и эффект. Это, конечно, дорогого стоит. Вот. И почему еще фотографы и счастливые люди? На мой взгляд, фотография — это мгновение украденного вечности. Хорошая мысль. Не все это понимают. Особенно женщины. Сфотографируешь, показываешь. Мне, допустим, нравится какой-то кадр. Смотри, как золото. Ой, вот тут у меня вот то, тут вот прядь, тут вот ухо, тут что-то блестит. Думаю, ладно. Сама постит, допустим, в Фейсбуке или в Инстаграме жуткие фотографии совершенно. Ей нравится. А здесь очевидные преимущества. Ей не нравится. Но проходит неделя. Слушай, у тебя там фотография была? Ты перешли мне? Что-то вроде она неплохо получилось. Смотришь потом уже на аватарке. Тоже, кстати, момент очень приятный. Когда твои фотографии народ ставит в соцсетях на аватарку. Ну, это признание в какой-то степени того, что получилось. Ну, мгновение украденной вечности, мне сразу вспомнились фотографии с котиками. Котики покорили интернет. И мне кажется, именно развитие цифровой фотографии и интернета перевело котиков из разряда вот этих пушистых, вечно мешающих животин, которые непонятно зачем живут в квартире. В разряд богов. То есть сейчас идет эпоха поклонения котикам. И следующий вопрос у меня такой. Как фотограф с колоссальным опытом и стажем, сейчас у нас такой взрыв популярности фотографии в стоматологии. То есть начинают фотографировать, кто крупнее десневой сосочек сфотографирует, кто крупнее линии рецеуса зафиксирует. Когда вы в своей практике начали фотографировать рутинную работу? И начинали ли вообще? Ну, нет. Я не застал эпоху фотографии в стоматологии, потому что я не практикую уже 15 лет. В ту пору на Урале я приехал с провинциального городка. Там этого не было. Фотопротоколы как-то еще не вошли в моду, не вошли в тренд. А то, что сейчас это появилось в стоматологии, на мой взгляд, это, конечно, огромный плюс. Тут даже не нужно говорить, в чем он. Это и результат, это и маркетинг, это и, собственно говоря, собственный рост ты можешь наблюдать. И с пациентом ты общаешься уже по словам. И деградация. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это очень хорошая вещь. Это объективная вещь, которая позволяет, собственно говоря, совершенствовать это искусство. Стоматология – это тоже искусство. Ну, начинающим коллегам стоит ли сразу обзавестись серьезной аппаратурой, макрообъективом, вспышкой кольцевой или биполярной зеркальным фотоаппаратом? Либо надо начать хоть с чего-то, что под рукой, и потом уже приходить к более-менее серьезной технике? В принципе, современные телефоны позволяют сейчас делать достаточно качественные снимки. Для начала, чтобы понять суть, композицию, понять, что требуется в снимке, да просто протокол запомнить. Вот. А потом уже покупать какой-то аппарат, и не обязательно навороченный. Даже самый простой фотоаппарат, допустим, это не реклама, Canon 550, их уже не выпускают. Но он вполне функционален, он достаточно много позволяет сделать, и этого будет вполне достаточно для того, чтобы зафиксировать свою работу, проследить собственный рост профессиональный, показать пациенту, и все будет нормально. Продолжение следует...